Привет, фашистики. Сегодня, наверное, одна из самых необычных прогулок, которую я монтировал. Во-первых, к нам снова приехали рейдеры, антифури, чуть позже покажу их. Во-вторых, с нами тусила бабушка лет 70, точно не скажу сколько ей, так как она была в маске. Она садилась на шпагат, танцевала и даже чуток побегала в фурсьюте. Всё же, бывают ещё моменты на сходках, которые могут меня удивить. В-третьих, это была одна из самых крупных прогулок в Москве. Народу было под 200 человек, что в раза два больше, чем обычно. И в-четвёртых, я на этой прогулке практически не носил фурсьют. Да, я приехал в кимоножке, но потусил в нём буквально минут 20 в начале, а дальше гулял без него. У меня часто спрашивают, можно ли приезжать без плюшки, не будет ли скучно? Теперь я с уверенностью могу сказать, что на фуре-прогулках весело и без фурсьюта, можно всех тискать и тупить. Поэтому не бойся приезжать на прогулки, общаться с фурями и заводить новых друзей. Всё в твоих лапках. Ну что ж, переходим к ролику. Хрока печеньки, друзья, поехали! Триста метров до фурей. И во, торчат. Ебать, я вас первый раз в жизни вижу. А что за праздник сегодня? Да просто гуляем. Да? Так весело. Отдуши. Давай. Удачи. Не, погода, конечно... Хорошая. Зато не жарко. Ну всякие какаки всплыли. Ну ничего страшного. Какаки всплыли? Ну вон, видишь, плавает. Вон, плывёт. Не больше. Я тут в клетке. А как к вам попасть? А я к тебе в клетку. О, у меня в клетке бурит. Ты встретил. Ой, привет. Это для тебя. Это мне? Да, это для тебя. Ой, боже, спасибо большое. Сразу какие-то подарки. Спасибо большое. Мне дарили артики, игрушки и не только. Это нереально мило. Спасибо большое. Ой, и ещё. Спасибо большое. Вы мне прям всего задарили. Спасибо. О, это флисовая мордаха. Мне нравится. О, это кто? Это дракон. Его зовут Паласмас. А, Паласмас. Ну, в принципе, хорош. Хочешь с драконом поиграть? Тебе енот ползёт. О, ползёт. Ты енот? Да. Ой, я сначала не признал, прости. Что это за какашечка? Это улитка. Это какашечка. Это у меня ракушка. Касашечка. Улитка. Ой, ещё плюхан. Плюхан. Милый плюхан. Можно фоткать? Можно. А дальше минут 15. Была фотосессия с ребятами. О, люблю фотографироваться. Я твой ребёнок. У меня нет детей. Куда несёшь? Он меня украл. Я всё заснял. Я всё заснял. Снимай тоже. Снимай. Там кража. Вот это вот. Нет, и ёд украли. А ёд на что? Не знаю, пойду спрошу. Тебя украли? Нет. То есть я тогда краду. Ты же из тебя сейчас спалил. Нет, меня не видно. Это не мои руки. Это вообще на руки не... Так, у меня есть топовое предложение, к которому не сможете отказаться. Я хотела сейчас задарить чё-нибудь, но я тварю, поэтому ничего не принёшь. А, кто жопу тыкает? А, подожди, подожди. Подожди, стой, стой. У меня... Я знаю, это ты. Подожди. Нет. Стой. Подожди, у меня... Подожди, стой. Есть видеодоказательства. Сейчас. Нет, это не... Сейчас, подожди. Оперативная съёмка спутника. Он заснял через спутник. Ты заснял. Нет, я попу не снимаю. У него попу не снимаю. Так. И тут я увидел, что приехали ребята из Руллима, то есть антифури. Я тут понадобил привет. 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 На самом деле выглядит это всё очень странно. Агрессивно они не настроены, ничего провокционного не делали, не оскорбляли, никому не вредили. И тут я задался вопросом, нельзя же одновременно что-то ненавидеть и при этом к этому же относиться положительно. Ну, это же ведь абсурд. Значит, где-то лицемерие или личные выгоды. Они приезжают на сходку фурии, натягивая на себя улыбки и через боль и страдания с нами гуляют и веселятся? Это же ведь насколько нужно быть мазохистами? Или же они сидят в антифури-чатах и поливают там грязи фури ради... Честно, не знаю ради чего. В общем, это очень странные ребята. Такое ощущение, что им нравятся фури, но они боятся почему-то это признать. Я изменился, я теперь за это, за фури. Меня рулем слив предал. Привет, Эрик. Серьёзно? Да. А вот в это уже несложно поверить. Когда у людей всё взаимоотношение построено на ненависти, хейте и негативе, то вряд ли там будет какая-то глубокая связь и взаимопомощь. Им не важно, кого ненавидеть, главное это делать вместе. Поэтому на кого укажет пальцем их лидер, на того они и будут агриться. Безвольные, агрессивные школьники. Это мне... Боже, спасибо большое. Какая прелесть. Шишки! Шишки, шишки! Такие шишки! Шишки, шишки! Серьезно? Шишки, шишки! Такие шишки! Такие шишки, шишки! Я вот не знаю, что я хочу. Шишки, шишки! Шишки, шишки! Я вот не знаю, что я хочу. у меня ротик маленький кто-то меня все щипает ты щипаешь такая ужин ладно обниму а чё так свободно сидит нет никаких креплений по крайней мере мне так удобно и нормально у меня вы голова постоянно слетала особенно когда начинаю беситься под музыку это просто быстро скетч и вот такая прелесть очень на меня похоже спасибо большое спасибо ты собачка будешь собачка ладно вот прелесть и обсасываешься да по всасывайся еще я я войдешь тебя тискать пришли полиция сходки я забираю тебя к себе не упасть вот это мне очень твои ушки не прям манят ты стал мяло ты стал мяло ты стал мяло это что битва за власть да тут бунт корни волка мрад укушу у меня здесь черная штучка милая захватила эфир она еще и фотка это еще и стрим ведут одновременно все сразу в кадре вот все друг ну давай давай а как его зовут я просто считаю таким маленьким арбузом надо давать имя я в мусор не смотри пицца тут бесплатная пицца это обманутый нет кишкиш люди моя помойка опять помойку не дают я свободный енот а я вас похищаю ну ладно давай это боевое ведро можно мне туда это доставка фури убийцы да я надеюсь я оторвался нет они приближаются нет Это капуста, братишка. Нет, только не капуста. Вы запрещаете мне везде лазить, но лазите по мне. Что за дискриминация? Говорят, здесь женский енот. Вы женский енот? Я всегда знал, что ты трапик. Я уже кость принимаю. Эрик, 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 Эрик. Куда вы меня тащите? Зачем вы меня все притащили? Все же общую фотку со мной сделали. А я просто хотел снимать. Ну ладно, ладно. Я не против, зато меня на лапках поносили. Ань. А ты не звали? Он камеру по голове стунул. Сегодня наконец и тот день, когда я стал сабатывать. Я ничего не вижу. У вас порвался поезд. Организатор, организатор. Мне нужно от вас пару комментариев. Каких? Что как? Все прекрасно. Отлично. Я тут зайца нашел. Ну это вообще олень, но ты похож почему-то на зайца. Чего ты меня зайца напоминает? А, мы тоже. Мы же с тобой определили. Ты очень милый, потому что. Не падай. Ты сейчас уйдешь назад по мойку. Тормози. Ты в помойку сейчас уйдешь. Ты назад ускакиваешь. Броня небольшая, поэтому ББшным снарядом или фугасом очень хорошо задевает двигатель и ходовую часть. Это говорит о том, что енот может быть пробит. Там такой ББшный потащили. Это коммулетип, это корабельный. Но это чисто ради эксперимента придется сделать пробитие. Пойдемте. Камера врубай. Это все только ради эксперимента. Так, в жопу ничего не вставляй. Мы бы пробили, вот у нас по траектории это все нормально, вот, вот оно. Ну, а не особо получается. Моя нога. Стой, не надо. Не надо. Мы уехали с прогулки раньше, так как хотели еще у меня потусить и поиграть в настолки. Я очень рад, что на фури-прогулках с каждым разом все больше и больше людей. Что каждую неделю приходят новые фурята. Организаторов тоже становится все больше и в целом прогулки становятся лучше. Огромное спасибо всем пушистикам за этот денек. А также спасибо и тебе за просмотр. Рока печеньки, друзья. И до скорых встреч. О, еще гулять хочу. Да, было круто. Это Эрик, веселый енот. Он из мусорки все тащит и тащит и тащит. Это Эрик, веселый енот. Рок печеньки, обнимашки, без хлопоты, без забот. Это Эрик, веселый енот. Нам не скучно с ним, который год. Который год.